Итак, друзья, всем большой привет! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой канал. Я брала перерывчик на своем канале, очень давно не снимала, мне сейчас очень непривычно опять сидеть перед камерой. Но я понимаю, что уже две недели я не выкладывала никаких видео и надо давать что-то новое. Тем более вы просите. И я сама понимаю, что уже надо что-то снимать. И косметики много появилось, и тем разных много появилось. Вот, предлагаю вам сегодня их обсудить, поэтому предлагаю вам немножечко начинать. И открою свой пост в инстаграме, где я вас спрашивала, какие вопросы вас интересуют и что бы хотели узнать. Надеюсь, видео будет не сильно затянуто, как обычно это бывает. Вот, в общем, надеюсь, вам будет интересно. Для тех, кому интересно, оставайтесь со мной. Так, начнем тогда с опроса. Что у нас первое? Ага, так. Как ты решила стать визажистом, где училась и так далее? Визажистом я не решала становиться. Я вообще по профессии программист. На самом деле история уходит очень-очень далеко. Это несколько, это больше 10 лет, скажем так. Вот, начнем с того, что по профессии я программист и очень долго работала, в общем-то, в своей сфере. Потом я родилась в Оренбурге. Кто не знает меня, кто знает. Вот, я родилась в Оренбурге, там отучилась в университете, переехала в Москву. И здесь, ну, что здесь делать, да? Где здесь работают? Здесь все работают в торговле. Поэтому я ушла тоже в торговлю. Это была интернет-торговля, интернет-магазины. Я работала в магазине, в интернет-магазине Технопарк. Она же компания Борг. Вот, я работала там менеджером по продаже. Достаточно долгое время, продолжительное. Вот, потом у меня было еще много таких же подобных магазинов. В общем, была продавцом-консультантом в интернет-магазинах. Вот, все было прекрасно, пока мне это все дико не надоело. Надоело до такой степени, что меня прям трясло, меня тошнило от этой работы. То есть, вот эта вот телефонная работа с звонками, благо дело, они были входящие, не исходящие. Потому что исходящие звонки для меня это еще смерти подобно было. Вот, я не понимала еще зачем, что для меня это огромный стресс был. Вот, и когда, в общем, дошла до критической точки, я ходила на работу с антидепрессантами. Помню, я начинала типа с глицина, потом перешла на какие-то новопасситы, еще какие-то таблетки. В общем, когда 6 подряд таблеток мне перестали помогать, я решила, что с этим надо что-то делать. И, в общем, я, естественно, ненавидела свою работу, я туда ходила просто на автомате, не понимала даже, что я делаю, зарабатывала какие-то деньги, копейки причем. И, ну, в общем, вы понимаете, да, то есть ни удовольствия, ни денег, ничего мне эта работа не приносила. Это такой сплошной стресс был, вы просто себе не представляете. Я не знала, что делать. Я приходила домой, садилась за ноутбук, включала там какое-нибудь либо кино, либо на ютубе. Тогда у меня вот была девочка, за которой я смотрела, она живет в Лондоне, показывала свои влоги, как она живет, чем она живет. Вот, она начала рассказывать про свою косметику, как она красится, какие она макияжи делает для того, чтобы выйти из дома. Вот, и меня это так захватило, смотреть на ее блоги, ее влоги точнее. Вот, и как-то она упомянула там одного визажиста, другого визажиста, что вот можно краситься, можно научиться краситься. И что-то потом, в общем, она упомянула каких-то других блогеров. Я такая там в уме отложила, записала, перешла, ну, досмотрела, перешла на их каналы, просмотрела. Те блогеры упомянули других блогеров. Так, я вышла на Лену Крыгину, потом я вышла на Вику Ковку Закет, Вику Моисееву, и понеслась, короче, понеслась. Да, я потом подсела на Вику, когда, точнее, до Крыгина, мне кажется, я еще не дошла. Да, я узнала о Вике, просмотрела всю Вику, узнала, что она тоже работала не по своей специальности. И, то есть, я узнала о ней, когда она была уже визажистом, работала она у Натали Донец в ее студии и преподавала уже. А до этого она работала вообще, то есть, ну, как бы, так же, как и я, мимо своей профессии визажиста, вообще, ничего общего. Вот, и потом, вот, она отучилась, и ее оставили в школе преподавателем, ла-ла-ла, в общем, она занимает свою любимую профессию. Вот, я такая, оп, может быть, как-то можно обучиться и поменять свою профессию. Ну, потому что на этой работе уже силы никаких не оставалось. Я понимала, что надо что-то делать, там, идти в универ, учиться, тратить время, деньги, коих у меня не было, естественно, потому что мне платили какие-то копейки. Вот, и я такая, ну, что же делать, что же делать. В общем, я узнала, что существуют школы по макияжу, что этому можно обучиться и что на этом можно зарабатывать. Я такая, ну, блин, я же ничего не умею, кроме как продавать, а продавать мне не нравится, что же делать. В общем, короче, я узнала там, где училась Вика, про эту школу, я изучила, какие школы вообще бывают, что их очень много разных и простых, каких-то дешевых, непонятных абсолютно, с непонятными рейтингами, и каких-то очень крутых, типа Iconface, Mossmake и прочее. И что же выбрать? Я, у меня прям вот, я выписала себе все школы, которые, ну, более-менее для меня оказались нормальными. В общем, у меня что-то с прической, у меня какая-то беда, не обращайте внимания. Я не собиралась даже снимать видео, быстро нарядилась, нацепила такой галстук и все, вуаля, я болтаю. Вот, неважно. Вот, и на чем это становилось? Я забыла. А, короче, я выписала себе все школы, которые я для себя нашла, и посчитала, ну, более-менее адекватными по цене, по программе. В общем, там был список, я не знаю, штук 20, наверное, этих школ. Я начала их сравнивать между собой. В общем, я поняла, что плюс-минус у них одни и те же программы, не знаю, какие знания они давали, не давали, но везде, как бы, примерно было одно и то же, только разнились цены и сроки обучения. Я думаю, что делать. У Вики была вот эта вот школа, где она училась, Наталья Донец. Самая простая, там, она не то, что была прям самая дешевая, она была не дешевой на тот момент, на момент моего безденежья. Вот, ну, как бы, средняя такая цена, там, я даже, честно говоря, я не буду озвучивать сумму, не это важно. Я думаю, я пойду в самую простую школу, не будет это мосмейк, не будет это еще там что-то такое крутое. Если пойдет, если мне понравится и меня будет переть от этого, продолжим. Повысится, там, пойти на следующую ступень всегда можно. Вот, я хоть пойму вообще, надо мне это или нет, потому что, ну, отдавай там какие-то бешеные бабки за тот же мосмейк, они очень дорого стоят. Вот, я смысл не видела, ну, потому что, если не пойдет, мне как-то жалко было бы потерянного времени и денег. Ну, короче, решили, постановили, пошла. Ой, как это было волнительно, капец, конечно. В общем, затянуло меня это не то слово. Просто я пришла на первое занятие, вела не Вика, вела другая девочка, Катя. Вот, но я сидела с такими глазами, слушала. Мне кажется, у меня были вот такие вот туши, я просто хватала, впитывала эти, каждое слово, каждую вот фразу, запоминала все. Мне это настолько было интересно. Просто, на себе не представляете, мне это настолько затянуло. У нас в группе было две девочки, я и вот Лена, не буду говорить фамилию, вот, не суть. Но потом, в общем, я ушла в итоге и достигла вот того, чего я сейчас достигла, вы знаете. Лена, я не знаю, чем она сейчас занимается, судя по ее инстаграм, как бы, я не вижу, что у нее там какое-то бурное развитие ее деятельности идет. Вот, я не знаю, нужна вообще ей была эта школа, не нужна. Ну, вот, в общем, вот так. В общем, надежды я подавала. Все было прекрасно. Да, мне очень нравилось, естественно, руки тряслись, я волновалась, боялась, что мне там что-то не так выйдет, криво-косо, первый раз тем более. Тогда вообще ничего не понимаешь, что ты делаешь, когда тебе мастер на одной половине лица показывает, там, что он делает, и потом, господи, что там было в начале вообще, какие кисти, какие тени вообще брать, что делать-то? Ничего не понятно было, вот абсолютно. Ты как робот. Тебе говорят, бери это, делай то. Сколько набирать? Мало. Вообще просто. Нет, конечно, учиться очень было интересно, это я сейчас понимаю уже, как бы, с багажом знаний, что и как делать, и, ну, более-менее адекватно, как бы, себя ведешь на повышениях. Вот, хотя бы ты отдаешь себе отчет, что ты делаешь, да, что должно получиться, и что для этого должна сделать. Тогда это был темный лес. Ну, просто вот человек из другой профессии пришел в макияж и пытается постичь его азы, это, как говорят на китайском, прям. Ну, в общем, я приходила домой после обучения. У нас обучение длилось целый день. Я такая вся уставшая, вымотанная, голодная, холодная, садилась краситься. Мне же интересно было повторить все то же самое, чем нас научили. И вот так вот, значит, прошло сколько там, шесть недель, по-моему, не помню точно, ну, по-моему, около этого срока. Я каждый день приходила домой и молевалась. На одном глазу один фееричный макияж был, на другом глазу другой фееричный макияж. Ой, какие это были макияжи, прости господи, просто. Я такая крашусь, смотрю в зеркало, о, красотка не писаная вообще. О, сфоткаюсь, думаю, нас же запечатляет такую красоту. Фоткаюсь, что за дерьмо. Ну, что, в зеркале красиво. Смотришь на фотографию в телефоне, какой-то урод просто. Ну, как я так рисовала-то, вообще не понимаю. Почему в зеркале красиво, а в телефоне плохо? Вот прям вообще плохо. И я реально прям вот каждый день, день изо дня, день изо дня рисовала, рисовала, рисовала. Мне так хотелось просто научиться красить себя так, чтобы и на фотографии, и в жизни это было красиво. Я прям старалась, я не понимала, что делать. И я пошла, не пошла, а точнее, начала смотреть других блогер. Так я узнала про Крыгину. В общем, изучала все эти тушевки, чем это делать, с какими кистями, как что надо делать, чтобы это наконец-таки получалось. В общем, короче, меня затянуло с головой. Я отучилась в этой школе. Училась я, по-моему, по воскресеньям. Да. Сдали мой экзамен, все как бы нормально, диплом получили. Молодцы. Вот, потом надо же было практику проходить где-то. Где проходить практику? Тоже мы таки заканчиваем. И че? Как бы вот диплом. Вот башка твоя с какими-то там знаниями непонятными. Как, куда это все применять? Никто ничего не понимал. Тоже спрашиваем, а какие-то советы там понадавал. Типа, ходите на съемки TFP, просите фотографов, чтобы они с вами работали, чтобы куда-то там хотя бы за бесплатно ходить кого-то красить. Вот. Начинайте там с самой простой косметики. В общем, очень много ценных советов она дала. Я к ним прислушалась. Ну, естественно, как бы никто не понимал, как, где, где кого искать, в каких группах, кому проситься вообще, каким фотографам, зачем это все. Вот. В общем, я уже точно не помню, но где-то что-то, даже не помню свою первую. Первую съемку, я помню, мы снимали, меня, как меня нашли-то? Я даже не помню. Помню, снимали ролик для Сбербанка. Ну, как бы так скромно, да? Сразу. Для внутреннего аппарата, правда, на английском языке снималось. Ну, это прям был съемочный день с 8 до 8, но по факту там оказалось с 8 до полуночи. И вроде как должны были... Ну, я такая с глазами горящими приперлась. Красили... Красила я очень много, помню, девчонок. Я не знаю, человек 30, наверное, у меня каждые 15 минут вот так вот девчонки менялись. Вот это была практика. Где они меня нашли, что, я просто честно уже не помню. Но это такая практика была. И я рассчитывала... Мне денег никаких не надо было. Мне ничего не надо вообще. Мне еще денег дали. Я такая... Иду домой на четырех маслах, помню. Иду без ног, без рук, без спины. Чемодан казался вообще невероятно тяжелым. Думаю, боже, я такая счастливая была. Вы себе просто не представляете. Я такая гордая за себя была, что меня куда-то позвали. Я отработала на съемки рекламы. Я помогала режиссеру. Я делала там даже какие-то прически. Хотя я вообще с волосами на вы была. Я даже не знала, как к человеку подойти и с какой стороны его начать чесать. Но я что-то там делала. Я что-то там собирала. Это такой невероятный опыт был. Я шла домой. Время полночь на дворе. У меня вот такие глаза. Вот такая улыбка. И денег еще дали. Я такая, офигеть. Вообще, какой кайф. Я еще хочу. Реально. Ну, а работа моя в интернет-магазине, вот в этом тошнотворном, так и продолжалась. Я приходила на работу, и все. Мне хотелось помереть. Прямо вот на этом столе с телефоном. В обнимку. Как-то начали, в общем, появляться у меня съемки какие-то. Где-то, я не знаю, ВКонтакте, где-то еще там. Что-то как-то начало появляться. Ну, естественно, тейф пышный, бесплатный, понятное дело. Но я от этого просто ловила кайф. Бесплатно ходила, красила. Там, кого-то на выпускной, кого-то еще куда-то. В общем, подробности, честно, я уже просто так давно была. Я уже так и не помню. В общем, оно вот так вот нарастало. Нарастала я реально от души ходила, людей красила. Покупала там самую дешевую косметику. Ну, старалась по мере возможностей. Не принципиально прям самую дешевую. Денег-то особо не было. Вот. Ну, по мере возможностей покупала и вот начинала красить. Вот. Потом съемок и всяких вот таких приглашений становилось все больше и больше. Магазин, все больше и больше. Мой интернет-магазин меня раздражала. Работа... Вот я прям... Меня отошнила чуть ли не в прямом смысле слова от этой работы. Вот я сидела... У меня телефон молчал. Я его выключала и просто сидела. Меня вот так вот колотило, потому что меня бесило. Бесили люди, бесило все вокруг. Вот. Я начала... Когда меня начали звать больше на эти съемки, я приходила уже на работу с чемоданом косметики. Со своей косметичкой вот этой большой, которую я показывала. И все. Я уходила среди дня на 2-3 часа накрасить кого-нибудь на какой-нибудь... съемки и приносила денег больше, чем за неделю работаю в этом офисе дурацком. Я такая посидела потом, подумала. За 2 часа на съемки я зарабатываю больше, чем за неделю в офисе. Только я получаю и деньги, и удовольствие, и я занимаюсь любимым делом, и вокруг меня самые приятные люди. Я такая... Зачем мне этот поганый офис? Я пришла в один момент и говорю, народ, я ухожу. Мне надоело. Вот мой чемодан, вот он меня будет кормить. До свидания. Вот. К тому моменту я уже, помню, была еще на каких-то съемках, и там режиссеры меня, значит, заставляли тоже делать волосы. Я такая, ну блин, я с волосами вообще не умею. Они такие, ну иди учись на курсы, нам нужно, чтобы ты была универсалом, чтобы могла делать все, чтобы и волосы, и макияж, все. Я такая, ну ладно, окей, схожу на эти волосы. Сходила, в общем, отучилась на курсы, и на момент, когда я уходила из интернет-магазина, мне подвернулась работа, я искала, точнее, по объявлению, оставляла где-то резюме на HeadHunter визажистам, и мне предложили пойти работать в Fendry Bar. В общем, для меня это был еще один новый этап моей жизни, то есть я отучилась на визажист, я планировала работать визажистом, но я еще отучилась на волосы, и пошла работать на волосы. Ну блин, капец, вообще, я думаю, как так-то? Ладно, в общем, три месяца я проработала в Fendry Bar, и потом было предложение уйти в открывающийся броу-бар номер один. Может быть, вы даже его знаете. Кольги Блох. Вот. С коллегой, в общем, из этого Fendry Bar мы ушли в этот броу-бар номер один. Проработала я там год, набралась опыта, набралась моя клиентская база, потому что я там работала просто как сумасшедшая без... Я готова была работать вообще 7 дней в неделю, 24 часа подряд. Я очень любила делать брови, я очень любила макияж, я очень любила, что ко мне приходит очень много людей, и всем им нравится, как я делаю, и вот так вот разрасталась моя клиентская база. И все, потом я поняла, что я достигла какого-то потолка, я работаю все так же, а прибыли и удовольствия я получаю все на том же уровне. И мы не договорились с руководством броу-бара о том, что как бы я достойна большего. Они так не посчитали, к сожалению, поэтому я сказала, ну окей, тогда я ухожу. Все, и вот я с тех пор в свободном плавании. То есть я один раз рискнула уйти из профессии, на которую училась, и потом еще раз рискнула, и еще раз рискнула. То есть я ушла сначала на волосы в Fender Eye Bar, там очень хорошая была школа, это прям такой экспириенс был. То есть я теперь вообще ничего не боюсь. И потом я вообще ушла из броу-бара, то есть ушла из, грубо говоря, салона в свободное плавание. Сейчас я работаю сама по себе, на съемках где-то. То есть я фрилайсер. И мне это так нравится, девочки. Вы просто себе не представляете. Такой кайф, когда ты ходишь, точнее ты просыпаешься, и ты понимаешь, что ты просыпаешься, чтобы пойти на работу, но эта работа твое хобби. Ты занимаешься любимым делом, от которого ты получаешь невероятнейший заряд энергии положительный, потому что ко мне приходит очень много хороших людей, а меня окружают только хорошие люди. Ну, просто я человек открытый, и вы видите, в общем-то, по моему инстаграму, когда я выхожу в прямой эфир, мне девчонки пишут, за что просто благодарность вам за то, что вы мне пишете. Такие теплые слова, я прям до слез иногда. Я очень открытый человек, и я также всегда, в общем-то, со всеми общаюсь, даже когда новички ко мне приходят, которые где-то меня там находят, в какой-то косметичке, либо еще где-то там, в живом журнале, даже не знаю, кто про меня пишет. В общем, как-то кто-то меня находит, приходит знакомиться на брови, и мне очень приятно это. И я заряжаюсь энергией от вас, от положительных вот этих вот людей, которые приходят ко мне знакомиться с такими горячими глазами в ожидании, что сейчас вот они познакомятся со мной, и произойдет чудо с их бровями. Каждый раз я, как первый раз, волнуюсь, ну, дабы, боюсь не оправдать ожидания человека, но волнуюсь зря, это, конечно, так самоуверенно сказано, но я говорю честно вам, я волнуюсь работать с новичками, особенно, которые меня где-то увидели, то есть поверили в меня, да, что вот у меня, как бы, мои брови, они красивые, они хорошие, люди хотят себе такие же. Вот, и ожидают, что и сейчас и с ними будет то же самое, да, как с другими девочками. Ну, слава богу, до сих пор все довольны, всем все нравится. Вот, и когда ты занимаешься своим любимым делом, которое приносит тебе столько удовольствия, да, то есть я работаю не ради денег, я работаю ради удовольствия. И, естественно, деньги люди, ну, как бы приносят, да, в благодарность, то есть это обмен энергии идет. Вот я читала и была на многих семинарах, на которых как раз-таки говорится, что это равноценный обмен, да, то есть я вам даю свою энергию, я вам дарю, даю свои умения, знания, свои, свой опыт и красоту вам дарю, да, потому что когда ученки, когда мы заканчиваем работу, да, с бровями, и они смотрят на себя в зеркало, они говорят, боже, как это красиво, у меня мурашки бегут по спине, и это не передать словами просто, и это не стоит никаких денег, понимаете, когда вы начнете работать, как вам сказать, я готова это делать за бесплатно, но нельзя это делать за бесплатно, иначе просто, ну, я перегорю, как бы, да, и работа моя не будет иметь смысла. Вот когда вы не будете работать ради того, чтобы заработать денег, деньги придут к вам сами, вот, это вопрос касается денег, но здесь не про деньги, здесь про удовольствие, и как, это хобби, да, за которое платят. Найдите свое хобби, и вы никогда не будете работать, это, вот, это правда. Я очень счастлива, что у меня есть такая возможность не работать на кого-то, не, как сказать-то, не подчиняться чьим-то правилам, а устанавливать свои правила, вот, и это, конечно, дорогого стоит, но оглядываясь сейчас назад, да, я понимаю, сколько пазлов должно было сложиться, чтобы я дошла до этого результата, сколько шишек я себе должна была набить, чтобы я жила так, как я живу сейчас, что все, что со мной случалось, все, что со мной происходило, какие неприятные ситуации на работах, да, на моих предыдущих, какие конфликты люди обманывали, бросали, подставляли, в общем, много тоже неприятного было, не все было так радужно, что все это было не зря, ну, как бы, это все опыт, просто нужно это запомнить, сделать вывод и идти дальше, потом вы оглянетесь назад и поймете, что это было нужно, это было нужно. Вот, вот такая вот моя история, что вам еще рассказать, я думаю, что не буду затягивать с сегодняшним видео, буду лучше почаще выкладывать, но такие вот маленькие истории, вот, посмотрим, как, вы пишите просто в комментариях, мне нравится ли вам такой формат видео или нет, болталки, я просто понимаю, что сейчас, отвечая на вопросы, я, ну, погружаюсь, как бы, ну, в прошлое, да, мне нужно вспоминать то, что было и правильно вам это рассказать, подать, и одновременно краситься я просто не смогу, то есть я либо должна полностью отдаваться работе и понимать, что я делаю с глазами, да, либо я болтаю и, ну, нормально вам сейчас я все рассказываю, поэтому пишите, пожалуйста, если вам нравится такие, такой формат видео, напишите, нравится вам или нет, продолжать или нет, либо просто мы будем краситься и, как бы, не будет никаких историй подобных, напишите, как, что вам нравится, что не нравится, вот, а я надеюсь, что хоть сколько-нибудь это видео было для вас интересным, я рада к вам снова вернуться, рада вновь снимать видео, надеюсь, дальше будет это почаще выходить, и дальше, надеюсь, будет макияжное видео, вот, ну, все, буду с вами прощаться, надеюсь, это видео было для вас интересным, ну, и хоть что-то полезным, спасибо большое за внимание, что смотрели меня, до новых встреч, всех целую, обнимаю, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok